Когда на дворе февраль трудно представить себе, что именно здесь через три с половиной месяца будет царить атмосфера большого хоккея. Спустя 15 лет столица Латвии принимает чемпионат мира с участием 16 сильнейших команд планеты, в том числе и латвийской сборной, которая здесь в 2006 году сводила с ума сотни тысяч латвийских болельщиков. Неизвестно еще, какая температура воздуха будет в конце мая. Неизвестно, выйдут ли на лед арена Рига или Олимпийского центра Александр Овечкин и Сидни Кросби. Но точно известно одно. Рига станет столицей мирового хоккея, и чемпионат мира никуда от нас не денется. Вперед, Латвия! Сарауй! Я могу точно сказать, что за последние три недели, четыре недели я написал больше писем и государственным органам, и ИХФ вместе, чем за четыре года вместе. Я думаю, что мы сейчас тоже перепишем историю, в каком плане. В принципе, никогда раньше, никогда раньше, за три с половиной месяца, чемпионат мира не готовились. Мы закончили работать интенсивно, скажем, октябрь. Закончили работать, но перестали работать. Но там были звонки, ну, раз в месяц, может быть, с ИХФ, с белорусами. Перестали работать просто. И сейчас мы в течение трех с половиной месяцев будем делать чемпионат мира. Нормально готовиться к чемпионату мира два-два с половиной года. А как латвийская сторона отреагировала на то, что Минск лишили права проведения чемпионата мира? Мне звонила журналист из BBC. Журналист. Я спрашиваю, ну, сейчас are you happy? Вы счастливы? Я сказал, что я никогда не был счастлив, если у кого-то что-то отнимают. Это все равно игрушка, шоколадка, жена, квартира, тем более еще чемпионат мира. Там нечего быть счастливым. Главная задача, которая стоит перед организаторами мирового первенства – успеть до начала мая переоборудовать Олимпийский центр во вторую ледовую площадку. У нас существуют планы, и сейчас мы работаем над тем, чтобы основательно доработать технические задания. И, в принципе, в ближайшие 3-4, максимум, недели выбрать уже поставщиков на конкретной позиции, начиная уже со льдом, заканчивая с трибунами, постаментами и все остальное. Мы планируем все работы начинять где-то около 10-15 апреля. Таким образом, чтобы мы были готовы к 6 мая. Нападающий Олимп Алексей Широков вспоминает, как он забрасывал первую шайбу на чемпионате мира 2006 года в матче с чехами и дает наказ нынешнему поколению игроков национальной сборной. Матч Латвия-Чехия, седьмая минута. Арена Рига. Более 10 тысяч зрителей. Получил шайбу в средней зоне, зашел за синюю линию и с испуга бросил. Боялся дальше. Видимо, это вера болельщиков, позитивный настрой всех трибун, которые ты можешь еще сто раз так бросить. И она не закатится, не залетит туда, не заползет. А вот у меня товарищи старшие были, они говорят, главное мыслить позитивно. Ты как опытный хоккеист, что можешь сказать нынешней сборной Латвии тем игрокам, которые будут выходить на лед в мае месяце? Ну, прежде всего, удачи дружного коллектива, потому что от той атмосферы, которая в раздевалке, очень зависит и игра, и отношение на льду. И если будет дружный коллектив, самодача здесь всегда была в сборной. И при удаче, я думаю, что вполне возможно и достичь тех, скажем так, высот, которые еще не были достигнуты. Организаторы Чемпионата мира должны будут принять 16 сильнейших сборных на самом высоком уровне. Это относится к гостиницам, к так называемому пузырю, согласно эпидемиологическому протоколу, а также их готовят медали. В 2006 году лучшим бомбардиром Чемпионата мира в Риге стал Сидни Кросби. Представляем, что вы встречаете Сидни Кросби спустя 15 лет в Риге. Что вы ему скажете? Welcome back. Welcome back. Я, если можно, чуть-чуть такой не юмора, такой маленький. Мы говорили на одной из наших рабочих встреч, говорили о медалях. Наша задача, одна из задач, сделать тоже медали. Мои партнеры по офисам говорят, ну вот медаль должен быть такой, такая, чтобы когда Сидни Кросби получает медаль, чтобы он был рад. И говорю, кто получает медаль? Он говорит, а-а-а, Лаурис Дарзенич, когда получает медаль, чтобы ему нравилось. Мои партнеры по офисам говорят, что он был рад.